Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Как не оказаться в страшной статистике смертности от рака? Об этом рассказали онкологи из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России жителям Наринмара в рамках проекта «Онкопатруль». Часть школьников Заполярья временно перешли на дистанционный режим обучения. 15 декабря приостановлен образовательный процесс в школе села Великовисочного. Во Дворце культуры Арктика пройдет традиционный концерт «Добрые песни о главном». В этот раз на сцене будут представлены номера в тематике «Сделано в СССР». И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 15 человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших – 8 жителей Наринмара. Кроме того, выявлен один привозной случай заболевания коронавирусом из республики Коми. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3390 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3131 человек. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 180 человек. Еще у одного пациента коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 181 человек. Из них состанарное лечение получают 25 человек, амбулаторное – 156. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1116 человек, близко контактировавших заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Посты педконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках Нижнепеши, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по НАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. И в продолжение темы. Часть школьников Заполярья временно перешли на дистанционный режим обучения. Так, 15 декабря приостановлен образовательный процесс в школе села Великовисочного. Ранее, 7 декабря, образовательный процесс был приостановлен в 12 классах школы поселка Красное и 4 группах детского сада в национальном поселке, а также в 58 классах образовательных учреждений, расположенных на территории Наринмара и поселка Искателей. Кроме того, в детских садах окружной столицы и ее пригорода временно закрыто 37 групп. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Как говорится в предписании регионального Роспотребнадзора, превышение уровня заболеваемости регистрируется в основном у детей 3-6 лет на 5%, 7-14 лет на 30%, у подростков 15 лет и старше на 38%. По этой же причине приостановлено проведение занятий, конкурсов, соревнований в вочной форме в учреждениях дополнительного образования. Ограничения действуют до 21 декабря. В Департаменте образования, культуры и спорта НАУ-24 сообщили, что образовательный процесс приостановлен в некоторых группах детских садов, а также в отдельных классах окружных школ, где болеют более 20% детей. Занятия в учреждениях дополнительного образования под ведомственным департаментом также переведены в дистанционный формат до 21 декабря. Социальное казначейство и Северный завоз обсудили на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании. Заседание состоялось в режиме видеоконференции. В работе Совета приняли участие спикер регионального парламента Александр Лутовинов и депутат Анна Булатова. На заседании, которое провели заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, законодатели совместно с представителями профильных министерств обсудили вопросы о новых проактивных форматах оказания социальных и медицинских услуг. Речь шла о планомерной работе по эффективному законодательному обеспечению процесса. Одним из ключевых элементов в этой работе является законодательное обеспечение внедрения принципов социального казначейства. Речь идет об адресной помощи гражданам, которая назначается автоматически, например, при создании семьи, рождении ребенка или выходе на пенсию. Внедрение этих принципов упрощает взаимодействие гражданина с органами публичной власти при получении услуг. Актуальным вопросом для нашего округа стало обсуждение темы доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы страны, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. На президиуме Совета законодателей отметили положительный опыт, Ненецкого округа, по завозу горюче-смазочных материалов в рамках опережающего северного завоза. Северный завоз является жизненно важным направлением в жизнедеятельности региона и поэтому требует государственной поддержки и особого правового регулирования. До настоящего времени не выработан единый комплексный подход к организации северного завоза в арктической зоне. По итогам рассмотрения вопроса принят ряд рекомендаций в адрес правительства Российской Федерации, Федерального Собрания и органов власти регионов. В частности, предложено обеспечить создание единой системы регулирования доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы с целью повышения эффективности северного завоза и разработку проекта Федерального закона, регулирующего отношения, связанные с затрочным завозом продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Убойная кампания в НАУ выполнена на 72%. По информации регионального департамента природных ресурсов экологии и АПК, оленеводческие хозяйства направили на убой 30,5 тысяч голов северных оленей и произвели порядка 970 тонн мяса. Как сообщается на официальном сайте администрации НАУ, в эти дни убои осуществляют семь хозяйств. Это СПК Ижимский, Оленевод и Ко, Харп, Дружба народов, СПК Рассвет Севера вместе с частниками Индика, Заполярье и Нарьяна-Ты. Первыми в регионе убойную кампанию завершили оленеводы сельхозкооператива «Путь Ильича». Заготовка оленей в хозяйстве началась 2 ноября и длилась до 1 декабря. Всего хозяйство в рамках компаний направлено на убой более 9 тысяч голов оленей и произведено 304 тонны мяса. Всего в убойную кампанию хозяйствами всех форм собственности планируется направить на убой порядка 42 тысяч голов оленей и произвести 1300 тонн мяса оленины и субпродуктов. В Даринмаре высадился онкопатруль. 13 ведущих врачей-онкологов приехали в регион для проведения профилактических осмотров и мастер-классов. С 14 по 17 декабря жители региона смогут обратиться за помощью к специалистам. Наталья Дуркина продолжит тему. Обратите внимание, более 2 миллионов человек каждый год умирает от рака легкого. Как не оказаться в страшной статистике смертности страны от рака? Об этом рассказали онкологи из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. В первый день врачи из Москвы провели для жителей Натальмара лекцию об онкологии и рассказали о проекте «Онкопатруль». «Онкопатруль» уже работает 3 года. За 3 года мы побывали в 13 субъектах Федерации. Ненецкий автономный округ – это 14-й субъект Российской Федерации. Когда мы читаем просветительские лекции людям, то мотивация проверять свое здоровье у людей становится гораздо выше. Лекции провели по 7 темам, одной из которых был рак легких. Когда у пациента первая или вторая стадия рака легкого, как правило, пациент имеет бессимптомное течение болезни. То есть он ее никак не чувствует, занимается своим делом, ходит на работу и не получает никаких сигналов из своего организма. И только когда болезнь вырастает до больших размеров, становится уже слишком поздно. Но только тогда пациент чувствует первые симптомы заболевания. А чтобы оказаться на шаг впереди болезни, необходимо регулярно проверять свой организм на наличие каких-либо патологий. К слову, во второй и третий день акции «Онкопатруль» врачи проводят осмотр местного населения. Ну это очень нужно и это очень важно. Особенно у нас на севере, когда приезжают к нам такие специалисты, особенно московские. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы с нашим здоровьем было все прекрасно. Пройдя этих специалистов. Для каждого человека свое здоровье надо проверять. И это необходимо даже ежегодно проводить такие осмотры. А если по рекомендации врачей, то когда, значит, в особом случае надо проверять свое здоровье. И вот очень хорошо, когда приезжаете, ознакомливают нас со своим здоровьем, что можно поправить, а что-то и подлечить. Коварство всех онкологических заболеваний в том, что на ранних стадиях их очень сложно диагностировать. Как правило, заболевание себя не проявляет. Именно поэтому так важно проходить диспансеризацию. Ведь по результатам анализов можно выявить отклонение от нормы и получить направление к специалисту. Что касается жалоб со стороны живота брюшной полости, конечно, на что нужно внимание в первую очередь обращать. Это дискомфорт при походах в туалет. Это, возможно, появление крови в калии. Это первая симптоматика, которая может нас направить на то, что необходимо идти к врачу. Это снижение веса, который такой неконтролируемый, вроде бы и непрограммированный. Мы не хотели, но вес снижается. Это потеря аппетита, апатия. Конечно, эту симптоматику можно отнести и к любым другим заболеваниям. Но, собственно говоря, не значит, если вдруг у вас эти симптомы есть, что у вас есть злокачественный процесс. Но это значит, что нужно разбираться в причинах появления этих жалоб. Что касается рака толстой кишки, то по заболеваемости и смертности среди мужчин и женщин он занимает лидирующие позиции. На первом этапе выявления заболевания необходимо сдать анализ на скрытую кровь. Тест проходится в домашних условиях. Примерно такой же принцип, как и сдача ПЦР-теста. Тоже на планшетке. Да, только немножко, ну, в принципе, естественно, будет сдача, сам другой. Вот. Выявляется положительный ответ. Если тест дал больше референсных значений, то пациент переходит на второй этап в обязательном порядке. Это уже колоноскопия. И тут уже наши коллеги-эндоскописты планомерно смотрят всю слизистую толстую кишки и выявляют причины вот такого положительного ответа этого тестирования. Что касается рака легких, то здесь заболевание бьет все антирекорды. В России только за 2020 год погибло 2,2 миллиона человек. К сожалению, рентген и флюорография не всегда позволяют выявить болезнь на ранней стадии. А вот компьютерная томография является золотым стандартом исследования. К слову, всем пациентам, которые пришли на обследование, было показано заблаговременно сдать КТ. У части пациентов уже есть онкологический анамнез, то есть выполнено хирургическое лечение по поводу какого-то злокачественного образования органов грудной клетки. На что мы обращаем внимание? Естественно, я внимательно просматриваю компьютерную томографию на предмет выявления нового образования, если пациент первичный, у него нет в анамнезе опухоли. И на предмет прогрессирования, то есть каких-то увеличенных лимфоузлов или подозрительных очагов в том случае, если онкопатология у пациента уже была. Одна из главных причин рака легких – курение. Здесь следует отметить, что не только сигареты пагубно влияют на наш организм, но и новомодные айкосы, вейпы и другие курительные смеси. Вот такое заблуждение, к сожалению, в нашем обществе, особенно среди подростков, распространено, что вейпы безопасны с родним медицинским ингаляциям. К сожалению, это не так. Во время соприкосновения жидкости для вейпа с раскаленной спиралью происходит пиролиз, то есть изменение органических веществ под воздействием температуры. И вчера на профилитической лекции я показал, какие получаются вещества. К сожалению, это большая группа канцерогенов. То есть мы вдыхаем те вещества, которые приводят к образованию злокачественных клеток. За 2020 год рак молочной железы был выявлен у 75 тысяч женщин России. Из них более 21 тысячи пациентов умерло. В большинстве случаев болезненные ощущения отсутствуют, но стоит обращать внимание на пальпируемое образование в молочных железах. Ежемесячно, в одно и то же время, если женщина менструирующая, то на 5-12 день менструального цикла пациентка должна ощупывать свои молочные железы. В случае, если женщина находится в менопаузе, то выделить какой-то определенный день в месяце и уделять себе любимое время. Если она заметит втяжение, если она заметит покраснение, если она увидит более отечную молочную железу, разницу в молочных железах, выделение из сосково-олярного комплекса, увеличение подмышечных лимфатических узлов и их болезненность, тогда, безусловно, незамедлительно ей нужно идти к доктору. В планах акции «Онкопатруль» – осмотр населения, проведение мастер-классов для врачей Нинского округа, а также просветительских мероприятий для жителей Наринмара. Наталья Дуркина, Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Открываем таланты. Рукоделие – один из способов самопознания, считает Наринмарская мастерица Наталья Иванова. Она представила выставку работ в технике вышивания крестиком. Одной из первых с экспонатами выставки познакомилась моя коллега Ольга Русул. Бабочки с яркими крыльями, пейзажи и натюрморты на персональной выставке Наталья Иванова и «Глаз» отдыхают. Делятся впечатлениями первые посетители. Впечатления яркие, красивые работы, насыщенные цвета. Здорово, кропотливый труд. Нет, к сожалению. Очень понравилось. Было бы здорово, если бы Наталья провела для нас мастер-класс. Да, думаю, что будет здорово, если мы научимся тоже вышивать. Я думаю, в будущем это в любом случае пригодится, так или иначе. Когда начала заниматься вышивкой, наша героиня уже не помнит. Было это еще в юности. Пробовала разные техники, но вышивание крестиком показалось ей самым интересным способом. Вот эта ваза с цветами родом из 90-х. Наталья нашла схему в модном и очень популярном тогда журнале «Бурда». Чтобы разобраться в вышивке, пришлось переводить все обозначения с иностранного языка. Когда ты вышиваешь, ты о чем-то думаешь. Это получается небольшой такой разговор с самим собой. То есть ты погружаешься внутрь себя, что-то, может быть, какие-то инсайты даже приходят. И ты вкладываешь в эту работу какие-то свои мысли. И иногда смотришь на одну работу, даже я общаюсь с девочками, которые тоже вышивают, и чувствуется вроде бы легкая работа, а что-то какая-то энергия от нее идет. Вышитые картинки и миниатюрки в руках мастерицы рождаются спонтанно. Никакого особенного вдохновения не требуется. Сижок за стежком на конве оживают фламинго, трепещут крыльями бабочки. Бывает и большая работа, очень быстро идет, за неделю. Зависит от времени, от вдохновения, от того, занимаешься ли ты еще чем-то в это время. Потому что у меня много других увлечений. И в спортзал мне нужно успеть, и туда мне нужно успеть. Поэтому иногда подолго, иногда вроде небольшая вышивка, а так вот долго как-то идет. Издревле вышивке уделялось огромное значение. В народных поверьях вышитые рубашки и полотенца наделялись целебными качествами. Считались оберегами. Как пишут некоторые источники, что считалось, что какие-то вещи обладают магическими свойствами. Считалось, что если полотенце, особенно в обиходе на Руси были вышитые полотенца, и если вышить полотенце, утром его начать, вечером закончить, оно обладает совершенно удивительными свойствами. Вышивки Натальи тоже обладают такими уникальными свойствами. Они поднимают настроение. Инициатором этой небольшой экспозиции стала подруга нашей героини. Полюбовалась сама и решила показать другим. Оксана Георгиевна увидела, я закончила некоторые работы, выложила в инстаграме. Оксана Георгиевна Коруленко увидела и говорит, Наташа, ну а почему бы не выставиться? А я подумала, а почему бы и да? Так что огромное спасибо Оксане за эти минуты. Это и волнение такое приятное. Я открываюсь к социуму, миру. Спасибо за полярный столицу. Девочки огромные умнички, оформили все так красиво. Считается, что вышитые картинки возвращают нас к нашим истокам. За каждым стежком чувствуется настроение, что помогает снять стресс и напряжение лучше психологов и антидепрессантов. Наверное, поэтому мода на рукоделии или, как сейчас модно говорить, хендмейт, не изживает себя в веках. Попробуйте сами. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Добро в искусстве. По старой традиции во Дворце культуры Арктика пройдет концерт «Добрые песни о главном». В этот раз на сцене будут представлены номера в тематике «Сделано в СССР». Василий Хатанзейский продолжит тему. Генеральная репутация на сцене Дворца культуры Арктика. Уже в одиннадцатый раз первые лица легионы, руководители разных структур, выступят в необычном амплуа в качестве исполнителей песен. Благодаря проекту «Добрые песни о главном» они не просто исполняют свои любимые хиты, но и помогут людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ежегодного Дворца культуры Арктика проходит благотворительный концерт «Добрые песни о главном». Каждый раз зрители, купившие билет на концерт и тем самым пожертвовавшие свои средства на помощь другим людям, становятся свидетелями необычного шоу. В этом году тема «Добрых песен» сделана в СССР. Этот знак всегда отличался знаком качества и ставился на самую лучшую продукцию. Я думаю, что мы в этом году тоже не подкачаем. И сделанного в СССР будет именно знаком качества. Живой аккомпанемент – необычные декорации. У каждого номера своя атмосфера, которая вплетается в единое сценическое действие. Мероприятия каждый год привлекают новых участников – непрофессиональных исполнителей, готовых выйти на сцену со своим номером. Конечно, у нас сложилась уже определенная группа, которая участвует. Ну а так мы всегда стараемся обновлять состав участников. Но самое главное, что это всегда должны быть общественные политические деятели Ненецкого автономного округа, которые на виду, на слуху, которые интересны зрителю. Проект существует уже 11 лет и за этот период обрел популярность среди населения, собрав на благотворительность более 4 миллионов рублей. Все мы помним, когда мы помогали конкретным ребятам, конкретным людям, конкретным детишкам, когда мы собирали деньги и в результате сделали кому-то операцию, кому-то помогли на какие-то другие методы лечения. Очень нужное, очень хорошее, значимое дело. Я хочу сказать спасибо большое всем участникам, которые не боятся, не стесняются, выходят на эту сцену, дарят свое творчество нашим зрителям и таким образом еще и помогаем детям. В этом году концерты пройдут 17 и 18 декабря. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальной странице Дворца культуры Арктика в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.